Третий год подряд в селе Баурчи работает христианский центр Элим, лагерь отдыха для детей по инициативе международной миссии «Источник милосердия». Выходцы из Украины, Молдовы, Гагаузии, эмигрировавшие много лет назад, продолжают организовать отдых для детей из социально уязвимых и малоимущих семей, рассказал Юрий Тарлак, покинувший село Баурчи 15 лет назад. Набрали учителей, которые имеют возможность учить, имеют подход к детям, то мы собрались и приехали провести два заезда по семь дней. На следующей неделе зайдет еще один заезд, а вообще у нас будет пять заездов до конца августа, то мы думаем, что дети будут довольны. Сегодня лагерь Элим организовал работу в четыре сезона по семь дней. Многие подростки посещают лагерь уже не первый год. Все занятия проводятся на свежем воздухе, сначала плановые уроки, а затем игры по интересам. Играем каждый день, прыгаем на батутах, рассказываем другого, отвечаем на вопросы. Нам больше всего нравится, тут уроки, которые проводятся и все игры. Мы прыгаем на батуте, на надувном домике, катаемся на горке. Учат ко всему хорошему, к добру, вежливости. Дети не было, некуда было ходить, поэтому детки скучали по лагерям. Я поняла, что если ребенок захотела сама, значит здесь было хорошо. Она же все-таки ребенок, и она увидит, что где хорошо, туда и тянет. Четыре домика со всеми удобствами, где проживают ребята, ухоженные и тематически оформленные. Волонтеры и воспитатели приехали в основном из Сакрамента. Их работу планирует координатор программы, от которого зависит насыщенность и разнообразие досуга детей. Все они добровольцы, работающие безвозмездно. Немножко позже у нас будет библейский урок. Каждый день мы оформляем сцену по названию нашего урока. Сегодня у нас подделки, Иисус любит детей, там у нас сердечки, песни про любовь, как Иисус благословил детей много-много лет назад, как родители хотели, чтобы их детей благословили. Ну и сценка у нас тоже есть сегодня. Вот здесь у нас звездочки, и как вы видите, мы повесили здесь конфетки. Ну конечно, здесь было конфеток чуть-чуть побольше, но детки просто в искушение некоторые вошли. И конечно, посмаковали, то есть они попробовали, но я им сказала... Под сокращение попало. Да, попало под сокращение. И они все знают, когда мы будем уезжать, то мы их поделим, хотя им вечером всегда что-то сладенькое даю. Современные санузлы и душевые работают без перебоев. Столовая и кухня оборудованы современной техникой, одноразовой посудой. Многие дети в лагере получают продукты, которыми их дома никогда не баловали. Говорит медработник. Гигиена на первом месте и питание на высоком уровне. Мы составляли договора с компаниями, они поставляют продукцию вовремя и свежую продукцию постоянно. Два раза в неделю молочную получаем, мясную получаем, рыба есть два раза в неделю. Очень строго. У нас есть перед сном обязательно, у нас снэк по их нему называется, это пятый. Пятый. Там постоянно конфеты и печенье. Или же вафельки, или же зефир покупаем. 23 года назад эмигрирующий в Америку житель Чедерлунги Михаил Иванович Формузал в 2011 году открыл в селе Баурчи первый христианский лагерь отдых Элим. Средства для строительства лагеря собирали христианские церкви и евангелистов, в основном из Калифорнии. Иммигранты, а также американцы, добровольно жертвующие на благое дело.